Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по Евангелию от Марка. Сегодня мы с вами читаем 14 главу. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресников, и искали предосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда он был в Вифании в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлива ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия отрата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, отставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, когда захотите, можете им боготворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварива помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие, в целом мире сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда и Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Мы видим, как событие приближается уже к развязке. И мы видим, как двум, по крайней мере, людям уже совершенно ясно, что Иисус умрет. Это женщина, которая возливает мир ему на голову и Иуда. И они делают два противоположных вывода. Женщина берет самое дорогостоящее, что у нее есть, этот сосуд с миром, то есть такой драгоценным боговонным составом, который чрезвычайно дорого стоит, и разбивает этот сосуд, взливает ему на голову. 300 динариев — это примерно дневная плата работника. То есть 300 динариев — это где-то годовая плата работника. И это значительная сумма денег. И эта женщина берет, очевидно, самое дорогое, что у нее было. Самая дорогая вещь, которой она обладала. И разбивает эту вещь, она возливает этот мир на голову Иисуса, чтобы проявить свою любовь и чтобы сделать хоть что-то. Она ничего не может сделать для Иисуса, но она отдает самое дорогое. Она делает это, чтобы проявить свою любовь к Нему. И говорится о том, что некоторые роптали на нее. Иоанн уточняет, что роптал конкретно Иуда. Не потому, что он заботился нищих, потому что он был вор, и он планировал наложить руку на эти деньги. Если бы продать это миро и положить в денежный ящик, он бы там приворовал. И он лишился такой возможности. И вот Иисус говорит, оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, когда захотите, можете им боготворить. А меня не всегда имеется. И Иисус принимает это ее приношение, которое может показаться экстравагантным, которое может показаться чем-то чрезмерным, чем-то эмоциональным, но Иисус это принимает. И он говорит, она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Когда человека хоронили, его мазали миром, его мазали богоуханиями, это была такая традиция, и женщина помазала тело к погребению, то есть она догадывается. Она догадывается, что Иисус умирает, и все, что у нее было, самая дорогая вещь, которая у нее была, она отдает ему. Иуда в это время идет к первосвященникам, чтобы предать его им. Мы не знаем о мотивах Иуды. Евангелие не погружается в это. Было много догадок, много предположений. Некоторые предполагали, что Иуда был такой пламенный иудейский патриот, который думал, что вот сейчас Иисус поднимет восстание. Когда это оказалось не так, он разочаровался и предал. Но, насколько можно предполагать, за поведением Иуды стоит определенного рода трезвый расчет. Он видит, что Иисус проиграл. Он видит, что Иисуса сейчас убьют. В отличие от апостолов, которые думают, что Бог вмешается, что Бог что-то сделает, что на самом деле Иисус восторжествует так, как они это ожидают, как земной царь. Иуда понимает, к чему все дело идет. Иуда очень трезво мыслящий человек. И он решает, с одной стороны, соскочить с тонущего корабля, чтобы его не преследовали потом, как одного из последователей Иисуса. С другой стороны, поправить свои материальные дела. Он идет к первосвященникам, чтобы предать его им. Но иногда спрашивают, а зачем, собственно, они же знали, кто такой Иисус, почему они не могли его просто арестовать. Ну, в начале главы мы читаем, что они боялись вызвать народное возмущение. И поэтому им был кто-то, кто... Нужен кто-то, кто помог бы им организовать это все тихо и незаметно. В первый же день опресноков, когда заковали пасхального агнца, говорят ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую устванную готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как он сказал им. И приготовили Пасху. В первый день опресноков, когда заковали пасхального агнца, речь идет о праздновании исхода. Само слово «пасха» или по-еврейски «песах» значит «переход». Это праздник, в ходе которого воспоминалось освобождение еврейского народа из египетского рабства. Когда Бог вывел свой народ из Египта, и перед тем, как вывести народ, Бог совершил 10 египетских казней, которые должны были побудить фараона отпустить народ. Он еще не хотел отпускать. И в последней казне была гибель первенцев. И чтобы избежать этой гибели, евреи должны были заколоть жертвенного ягненка, агнца, и помазать его кровью косяки дверей. Понятно, что любой человек, который бы помазал косяки дверей кровью агнца, он бы спас, его семья бы спаслась. Человек, который бы пренебрег этим повелением, на него бы павла. Это 10-я казнь египетская. Но так было установлено, что с тех пор в воспоминании об этом событии люди, богочестивые иудеи, заколали пасхального агнца и совершали трапезу, которая должна была напомнить им о том, что они были рабами в Египте, и Бог вывел их из египетского рабства. И вот мы видим, что Господь дает ученикам знать, что Он контролирует события, на самом деле, что Он идет на распятие. Это не какая-то трагическая случайность, это не провал, это Его замысел, это Его план. И Он говорит им, пойдите в город, встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. То есть мы видим, как Господь проявляет Свой пророческий дар. Он показывает, что Он все знает. Он знает, что вы пойдете и встретите этого человека с кувшином воды, Он приведет вас именно туда, куда надо, и значит, Господь вообще знает будущее. Ему это открыто. Ему открыто, что Он идет на смерть. «Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со Мною, предаст Меня». Они опечались и стали говорить Ему один за другим, «Не я ли, другой, не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающийся со Мною в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы тому человеку и не родиться. Это очень известный момент, который запечатлен во множестве изображений. Есть знаменитая фреска Леонардо да Винчи, есть огромное количество других изображений, на котором Господь говорит «Истинно говорю вам, один из вас, предаст Меня». И апостолы приходят в недоумение, в испуг «Не я ли, Господи, не я ли?» И Господь говорит, что Сын Человеческий идет, как писано о нем. То есть он выполняет предназначения, возложенные на него Богом, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Это может показаться непонятным, иногда задают вопрос, что Иуда, предав Христа на смерть, он предал его на смерть, предсказанную в Писании, он предал его на смерть, на которую Христос идет добровольно. «Почему Иуда проклят? Он же послужил Божьему замыслу». И ответ тут состоит в том, что абсолютно все события в мире являются частью Божьего промысла. Бог обратит все к осуществлению своих планов, но каждый человек несет ответственность, исходя не из того, что Бог в итоге в рамках своего промысла сделал из его поступка, а исходя из того, какое намерение имел человек. Иуда не имел намерения содействовать спасению мира. Иуда имел намерение подзаработать денег и соскочить с, как он полагал, тонущего корабля. И поэтому Иуда судим и осужден в соответствии с этим своим намерением. И Господь говорит, горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше бы тому человеку не родиться. Это очень-очень-очень тяжелые слова. Потому что Библия всегда говорит о том, что родиться, вообще говоря, хорошо, жить хорошо. И когда Христос говорит, лучше бы не родиться, это очень страшные слова. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, богословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». И воспев, пошли на гору Елеонскую. Здесь Господь устанавливает таинство Святой Евхаристии. Таинство, которое с тех пор совершается по всему лицу земли. В любой христианской общине всегда совершается это таинство, произносятся эти слова Господа. И всякий человек, который был на воскресной литургии хоть раз в своей жизни, он, конечно, эти слова слышал. И церковь вообще есть евхаристическое собрание. Церковь – это собрание, которое совершает воспоминания Господа Евхаристию. И может показаться очень загадочным, очень непонятным, что значит «сие есть тело мое» в отношении хлеба. Или «сие есть кровь моя» в отношении вина. Господь говорит то, что Он говорит в ветхозаветном контексте. Он обращается к людям, которые вот сейчас слышат историю вновь об Агнце, который был заколот ради того, чтобы искупить Божий народ. Они выросли в культуре, где постоянно совершаются жертвоприношения, где люди приносят жертвы за грех, где люди приносят жертву благодарения, где общение с Богом поддерживается жертвами. В Ветхом Завете, и не только в Ветхом Завете, это практика, распространенная в человеческой религиозности вообще, когда человек согрешал, он искал возможности очиститься от этого греха, и он приносил жертву. Какое-то животное из своего стада, Агнца. Это означало буквально следующее. Ты согрешил, и ты должен умереть. Но вместо тебя умрет вот это жертвенное животное. Его кровь прольется вместо твоей крови. Его смерть наступит вместо твоей смерти. Конечно, смерть животного не могла искупить человеческих грехов. Она только предуказывала на крестную жертву Христа. И когда люди совершали эту жертву животного, они закалывали, потом они обычно ели мясо этой жертвы в ходе специальной священной обрядовой трапезы. Дело в том, что трапеза – это древнейший образ единства и примирения. В патриархальных обществах люди никогда бы не ели с врагами, никогда бы не ели с чужими вообще. Если человек разделяет с вами трапезу, это до сих пор так в патриархальных обществах. Если вы пришли к человеку, он вас впустил в дом, он разделил с вами трапезу, то вы уже гость. И для него будет страшным бесчестьем, если он допустит, чтобы вам причинили вред. Если он считает вас врагом, не хочет, с вами общаться, не хочет брать на себя таких обязательств, он не будет разделять с вами трапезу. И вот разделить трапезу – это знак единства и примирения. Если вы с кем-то вместе едите, то вы свои друг к другу. Вы как бы семья уже, вы приняты друг другом. И вот эта трапеза, в ходе которой люди ели мясо этого заковутого ягненка, она символизировала их примирение, их общую трапезу с Богом, что они сидят с Богом за одним столом. И вот Иисус говорит о себе – «Я тот агнец, который заковут за ваши грехи». То есть мы видим, например, у Иоанна, где Христос прямо назван, что он есть агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вот Христос здесь говорит о себе, как об агнеце, который заковут за наши грехи. И люди, которые вкушают его тело и кровь под видом хлеба и вина, они приобщаются к его жертве. Они примиряются с Богом через эту жертву. И говорит им Иисус – «Вы все соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано – поражу пастыря и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предборю вас в Галилее». Петр же сказал ему – «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус – «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он с еще большим усилием говорил – «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Господь предсказывает, что апостолы разбегутся. И он предсказывает это без гнева, без ярости, без упрека. Он говорит – «По воскресенье же моем я предборю вас в Галилее». То есть он не говорит – «Вы все разбежитесь, и я от вас отрекусь, я больше не буду с вами общаться». Нет, он говорит – «По воскресенье моем я предборю вас в Галилее». Господь знает, что апостолы разбегутся. Он знает о них все самое плохое, что о них только можно знать, и он их принимает. И это великое утешение для всех нас, поскольку Господь знает про нас, что мы падаем, Господь знает про нас, что мы согрешаем, но он не отвергает нас. И мы видим здесь, как Петр начинает хорохориться, как мы бы все хорохорились, если все соблазнятся на нея. И он говорит это вполне искренне. Он предан Господу, он любит Господа, и он говорит – «Я не соблазнюсь, я устаю». Но Господь говорит – «Истинно говорю тебе ныне, в эту же ночь, прежде нежели дважды проповет петух, трижды отречешься от меня». И пример Петра нас научает не доверять себе. Мы должны понимать, что мы грешники, что мы немощные люди, что мы падаем и наверняка падем без особой Божьей благодати. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим – «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Анна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им – «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его часть сей. И говорил – «Авва, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, отчего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру – «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плодже, немощно». И опять отойдя, молился, сказав то же слово, и, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо у них глаза оттяжелели, и они не знали, что им отвечать. И приходит в третий час и говорит им – «Вы все еще спите и почиваете, кончено пришел час. Вот предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Мы видим здесь, что Господь ужасается и тоскует, что Его страдания, которые Он претерпел ради нашего спасения, они касаются не только Его физических страданий на кресте, но и Его психологических, духовных, нравственных страданий, которые Он претерпевает. Иногда людям приходит в голову довольно такая странная мысль, что «Но ведь Иисус знал, что Он воскреснет, в конце концов. Он знал, что все кончится хорошо. Значит, Он имел такое преимущество. Вот люди умирают, они мечутся, они пребывают в страхе, в трепете. Но Иисус-то точно знал, что Он воскреснет. Он-то точно знал, что Он Сын Божий. Он точно знал, что будет хороший конец. И на этом можно сказать, что да, Он знал. Знал, но знал на уровне доверия Богу. Примерно так же, как любой верующий человек знает, что Он воскреснет. Мы знаем на уровне доверия Богу. Мы знаем, что Бог нас воскресит из мертвых. Тем не менее, всякий человек знает, по крайней мере, человек, который сталкивался со смертью своих близких, или человек, который обнаружил, что его собственный организм уже начинает сдавать. Мы знаем это удручение, когда мы понимаем, что мы смертны. Вот эту смертную тоску. В древнейшем литературном памятнике человечества, песне о Гильгамеша, там есть момент, когда главный герой повествования, Гильгамеш, теряет своего друга Энкидо. Он умирает у него на руках, и он осознает свою смертность. Вот до этого он такой энергичный молодой человек, и как бывает с молодыми людьми, он не думает о том, что он смертен. Но вот его друг умирает у него на руках, и он понимает, что он смертен, и он в тоске отправляется на поиски бессмертия, и его не находит в итоге. Но мы знаем вот это удрученное переживание того, что мы все умрем, того, что я умру. И Господь спускается в эту человеческую тоску и в этот человеческий ужас перед смертью, в этот человеческий ужас перед болью. Господь разделяет со всеми страдающими это страдание. Иногда говорят, что есть масса же примеров, как люди шли на казнь с высоко поднятой головой, насмехаясь над своими мучителями, показывая такое непоколебимое мужество. И действительно много примеров этому. И мы видим, что Господь ведет себя гораздо более сокрушенно. Он ужасается и тоскует, он ищет поддержки и утешения у апостолов. Почему это так? Потому что Господь желает разделить с людьми, полностью разделить их страдания. Господь пребывает со всеми, кто тоскует, Господь пребывает со всеми, кто сломлен, Господь пребывает со всеми, кто страдает. Как бы человек ни страдал, как бы он ни был подавлен, как бы он ни был испуган, Христос с ним, и Христос разделяет его страдания. И мы видим здесь, как Господь просит, все возможно тебе, принеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты? Мы видим, что Господь просит принести чашу мимо него, но он готов принять волю Божию, он готов ей покориться. Ничего я хочу, но чего ты? И мы видим, что то, о чем он просил, избавление об этой чаше он не получает. И так бывает в нашей жизни, когда мы о чем-то молимся, например, люди молятся о выздоровлении их тяжело болящего родственника, и он умирает все равно. И люди в этом отношении должны утешаться примером Господа, что Господь предусмотрел нечто лучшее. И мы видим, что Господь принимает это, он говорит, не как я хочу, но как ты. Оказывается, чашу принести мимо невозможно. По-другому спасти человеческий род невозможно. И это еще раз нам говорит о том, что Христос является единственным уникальным спасителем человечества. Потому что есть тенденция в современном восприятии, когда люди пытаются ставить Иисуса в ряд с другими великими религиозными учителями. Что вот есть много мировых религий, там есть разные почтенные фигуры, они все учили хорошим правильным вещам, и Иисус среди них. Библия, конечно, во многих отношениях этого не допускает. В частности, потому что если бы людей можно было спасти для вечной жизни как-то иначе, то Господу не пришлось бы пить этой чаши. То, что она все же пьет эту чашу, показывает, что никакого другого способа спасти человечество не было. Никакие другие великие учителя и наставники человечества ничего не могли тут поделать, поскольку для спасения человечества было необходимо, чтобы Господь зашел на Голгофу. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И придя, тотчас подошел к нему и говорит, рови, рови, и поцеловал его. Они возложили на него руки свои и взяли его. Рови, то есть учитель, и мы видим, что Иуда предает Иисуса поцелуем, то есть как бы актом такого дружеского приветствия. И через это он его предает. Один из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященников и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, но вы не брали меня. Но да сбудутся Писание. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногам и тело в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. В других Евангелиях уточняется, что Иисус исцелил этого раненого раба первосвященникова и запретил оказывать вооруженное сопротивление, сказав, что взявший меч мечом погибнет. Это юноша, по-видимому, сам Марк. Мы не знаем точно, но, по-видимому, это сам Марк. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже вовнутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грел своего огня. Первосвященники же и весь Синдрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на него, но свидетельствов сии не были достаточны. И некоторые, встав, уже свидетельствовали против него и говорили, мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сии рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. Но и такое свидетельств их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, что ты не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос, Сын Богословенного? Иисус сказал, я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силой грядущего на боках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, на что нам еще свидетели? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они все его признали повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. И слуги били его планетом. Мы видим, что им нужно в чем-то обвинить Иисуса. И они ищут, ищут настойчиво, за что бы его приговорить к смерти. И приходят различные уже свидетели. Проблема в том, что их свидетельства не совпадают. Потому что по закону нужно, чтобы два свидетеля, их свидетельства совпали. И поскольку они врут, свидетельства не совпадают. Нет возможности его формально осудить. И первосвященник решается на то, чтобы прямо спросить, ты ли Христос, Сын Богословенный? Зачем он это спрашивает? Затем, чтобы получить повод осудить Иисуса. Иисус говорит, я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силы, грядущего на боках небесных. И здесь Иисус исповедует не только свое мессианство, а он исповедует свое божество. И вот здесь первосвященник получает то, что он хотел. Он получает повод обвинить его в богохольство. И мы видим здесь, что Господь обвинен и осужден не за то, что он сделал. Ему не смогли инкриминировать никаких деяний. Но за то, кто он есть, за то, что он Христос, Сын Богословенного, вот за это его и признают повинным в смерти. Они начали плевать на него, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. То есть, скажи, кто тебя ударил. Ну, раз у тебя такие сверхъестественные способности, ты можешь понять, кто тебя ударил. И слуги били его планетом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала, «И ты был с Иисусом Назорянином». Но он отрекся, сказав, «Не знаю, не понимаю, о чем ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим, «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться, «Не знаю человека сего, о котором вы говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. И мы видим здесь, как Петр сломался, он испугался. Он увидел, что Господь арестован, что находится в руках своих врагов, что он оплеван, что он осмеян, и решимость его оставила. Он абсолютно искренне испытывал такое воодушевление, но потом его это воодушевление оставило, и он испугался, что сейчас и с ним что-нибудь страшное сделают, как с последователем Иисуса. «И он отрекся раз за разом». И мы видим, что хотя он отрекся, он понял, что он отрекся, и он начал плакать. То есть он раскаялся, он тут же в этом раскаялся. И поэтому потом воскресший Господь приходит к нему и его прощает, и восстанавливает его в апостольском достоинстве. Мы с вами прочитали 14 главу Евангелия от Марка. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».